Всем привет! Перед просмотром подпишитесь на наш канал, чтобы не пропускать самое интересное. В Париже на 86-м году жизни умер художник Борис Заборов, равно принадлежавший белорусской, русской и французской культурам. Родившийся в Минске в 1935-м, учившийся в художественном училище в Минске, а потом прошедший академическую школу Репинки и института имени Сурикова, он до своего отъезда на Запад в 1980-м работал прежде всего как книжный иллюстратор и театральный художник. Среди самых известных его работ советского времени – иллюстрации к шекспировским сонетам и королю Лиру, к сказкам Уайльда, к пушкинской сказке о царе Салтане и к кроткой Достоевского. И если книги Шекспира, Уайльда и Пушкина выходили в Минске, то кроткая с иллюстрациями Забарова были изданы в Дрездене. К тому времени его работы были отмечены наградами международных выставок книжного искусства в Лейпциге и Дрездене. В Париже, куда ему удалось уехать из СССР, в 1980-м опыт советского художника потребовал пересмотра. В своей автобиографической книге то, что нельзя забыть, он вспоминал о своих ощущениях. У меня было чувство, что вся моя предшествующая творческая деятельность была не более чем подготовительной ступенью. Но к чему? Я не видел четкого ответа на этот вопрос. Однажды, ощущая себя в этом состоянии невесомости, которое стало к тому времени постоянным, я механически сортировал немногие вещи, привезенные с собой, и наткнулся на папку, полную старых фотографий. То, что я открыл, не было картонной папкой, скорее это была тайная дверь, ведущая туда, где ответы на эти знаменитые вопросы должны быть найдены. Я понял это позднее. Что я нашел за этой дверью, там и тогда были глаза, глядевшие на меня со странным выражением ожидания и укора. Я был пробужден яркой вспышкой в глубинах моего сознания. Две моих жизни снова соединились в одну. Соединение двух жизней потребовало, также встречи разных медиа, фотографий и живописи. Примерно в это же время с фотографией работают гиперреалисты, которых привлекает вне отстраненность механического ока объектива, фрагментарность, случайность кадра. Заборов же, который выбирает для перевода на язык живописи, старые постановочные снимки в городских ателье, заворожен в фотографии совсем другим, мерцанием ушедшей жизни, взглядом персонажей, которые видят недосягаемое для нас прошлое. Именно принадлежность фотографии сразу двум временам, ее способность соединять эпохи и делала ее притягательной для художника. В результате, как отмечали кураторы выставки в Русском музее, в 2004 году старая фотография стала сначала предметом изучения, а затем на долгие годы основой произведения художника. Старый студийный фотоснимок, с которым работает художник, становится основой живописного произведения, имитирующего визуальность старой фотографии, моменты ее бытования, утраты, царапины, следы прожитой жизни. Фактически именно утраты, пробелы, травма, вкупе с отсылкой к реальности, которые становятся, если вспомнить Барта, панктум фотографии, оказываются и нервом живописных работ Бориса Заборова. Мотив утраты, разрыва отсылает не только к непростому опыту эмиграции, даже если речь о вполне успешном художнике, каким был Заборов, но и к смутным воспоминаниям детства. В 1941, когда Борису еще не было и шести, семья спешно покидает Минск до того, как в него вошли гитлеровцы. Когда семья возвращается из эвакуации, ему уже почти десять. И образ призрачного разрушенного города, полуживого полумертвого, навсегда врежется в его память. Позже он опишет его так. «В первый год после окончания войны наша семья вернулась в Минск. Город почти полностью исчез. Везде, куда достигал взор, он встречал и реальные образы. На закате город становился еще более тревожным и загадочным. Можно было подумать, что это какой-то доисторический ландшафт, где на фоне закатного неба силуэты разрушенных томов становились очертаниями фантастических существ. Если медиум фотографии становится двойником его живописи, то образ книги – основа его скульптурных работ. Руинированные книги и альбомы с истлевшими и обтрепанными корешками, отлитые в бронзе заборовым, которые показывались на выставках в Русском музее и в Третьяковской галерее, демонстрировали не только хрупкость и беззащитность вещей, но и вечность печатного, письменного слова. Не случайно именно Заборов становится создателем памятника письменности в Хайфе. Традиционалист в живописи, Заборов получил признание музеев. Его работы находятся в частности в собраниях Эрмитажа, Третьяковской галереи, Венской Альбертины. А в 2008 году его автопортрет с моделью был включен в коллекцию автопортретов в галерее Уфицы. Борис Заборов тут оказался в хорошей компании, рядом с Венециановым, Брюловым, Шагалом. Теперь у него, как и соседи, в запасе вечность. Хотя на полях безжалостной конкуренции, где не брались в расчет прошлые заслуги в идеологической борьбе, часто оказывалось, что рыночная цена многих из них заметно меньше прежней цены, политической. Как следствие, неустроенность, а то и двойной перелом личной и профессиональной судьбы, с вывихом психики. Об этом Эрге и побеседовала с Борисом Заборовым. Его так неудачникам не причислишь. Он вместе с десятком русских художников, осевших в Париже, пользуется интересом. Во Флорентийской галерее Уфицы раньше были представлены четыре русских художника – Кипренский, Айвазовский, Кустодиев и Шагал. Недавно появился пятый – Заборов. В одной статье о твоем творчестве Париж назван прежде желанным, а теперь чужим. Чем он был желанин и почему стал чужим? Борис Заборов. Моя юность, годы учебы в художественном училище и затем в Академии художеств совпали с новой волной увлечения – французской культурой. Зачитывались французским романом XIX века, поэзией от Виньона до Рэмбо, кинематографом. С каким восторгом принимали Азнавура, Монтана, Симоно Сеньоры. Занимались криминальной поделкой проходных билетов на спектакле «Ком ди Фрэнкэйс». Но главной страстью была, естественно, французская живопись, для нас практически недоступная. Вспоминаю, как мой преподаватель по истории искусств в Минском художественном училище, как знак большого доверия, а ведь могли изгнать с работы, партия еще бог знает откуда, показывала плохенькие репродукции, величиной с почтовую марку, картин Ван Гога, Писаро и Сезанна. Удивительно ли, что Франция и Париж в частности, были для всех нас страстно желанными. Единственные цветные сны юности были сны о Париже. А когда эти сны обратились в реальность, какие были ощущения? Борис Заборов. Шок был тяжело вообразимым. С первых минут встречи с Парижем я понял, что этот город мне чужой, я ему чужд. Эмиграция порождает такой кризис? Борис Заборов. Оказавшись в Париже, никакого творческого кризиса я не переживал. Творческого кризиса не могло быть, потому что отсутствовала его причина – творчество. Эмиграция всегда шок. Возможно, отрезвляющий, а возможно, смертельно опасный. Так же, как в Метрополии, в эмиграции творческие проблемы у художников различны, как и их судьба. Конечно, в эмиграции они обостряются. Не случайно Бунин определил эмиграцию как болезнь. А происходит обострение от того, что художник, по другому определению, отнюдь не космополитичен и не интернационален. А того и пересадка на чужую почву бывает мучительной. Происходит по час отторжения. Что ты нашел в итоге? Свободу? Достаток? Борис Заборов. Мне известно утверждение, справедливое, что свободу надо искать в себе, а не вовне. Но знаю на своем опыте, что этот путь к себе пройти легче, если внешнее окружение не вторгается в той личный мир. Но душа должна трудиться. Ибо путь к самому себе – путешествие нескорое и неувеселительное. В нынешнем, порочно-декадентском обществе художника поджидают бесчисленные искушения. Сегодня человеку, художнику в частности, чтобы не погибнуть меж сладкоголосой с целой масс-медийной пропаганды, так называемого современного искусства, и харибдой коммерческого разврата этого же искусства, есть только одна возможность – привязать себя канатами нравственности к собственному позвоночнику. Это возможно, если вокруг столько соблазнов. Борис Заборов. Художники, отвергающие какой бы то ни было диктат, художники, не желающие отказываться от многовековой изобразительной традиции, оказались изгоями. По существу у них нет сегодня шанса предстать перед зрителем в больших выставочных залах и музеях. Присутствие их произведений на выставочных стендах оскорбительно-диспропорционально. Хлеба и зрелищ – это треба толпы никогда не оставалась неуслышанной. Спрос, как известно, рождает предложение. Зло торжествует. Вы зрелищ хотите, я зрелищ вам дам. И вот снаряженная им армия культурологов, толкователей новых идей и веяний, оснащенная грозным оружием средств массовой пропаганды, обрушивается на головы толпы, формируя в ней так называемое массовое сознание. Которое, увы, с устрашающей настойчивостью требует постоянного обновления острых ощущений. И не только на стадионах, теле и киноэкранах, но и в быту. И в искусстве, разумеется, тоже. Разве некогда внесенные под своды выставочного зала унитаз и затем в изобилии все то, что является его естественным наполнением. Не следствие этих запросов. В Париже есть школа изящных искусств, так вот, от ее бывшей славы остались лишь руины. Сегодня живопись и рисунок в этой школе по существу – факультативные дисциплины. Это как если бы в высшей математической школе математика преподавалась, как факультативный предмет. Кто возьмет на себя труд ответить, что делать сегодня молодому человеку, который желает осмыслить мир живописными средствами, который видит в человеке не только примитивную схему, но бесконечное таинство – в нем заключенное. Куда пойти таким людям учиться и у кого? Франция – страна государственническая. Можно же все уладить указанием сверху. Борис Заборов. Трудно себе даже представить масштабы финансово-коммерческой пирамиды современного искусства, которая за последние десятилетия вознеслась выше Эйфелевой башни. Будь это дело рук коммерсантов, публичных торгов и разного рода дилеров, все было бы просто и понятно. Будущие культуры – не их приоритетная забота. Тревожно и тоскливо как раз то, что государственные институты и культурные организации на всех этажах, музеи и патроны выставочных залов, большая часть масс-медиа активна и солидарно поддерживают этот разрушительный процесс догуманизации искусства. Может, просто надо дождаться, пока современное искусство перестанет быть современным, и его сменит новый формат современного искусства. Так ведь уже бывало. Модное, сиюминутное уходило в небытие, а вечное продолжало быть вечным. Борис Заборов. Безусловно, пирамида современного искусства рухнет, и не позднее 2023 года. Рухнет, как рушились и рушатся сегодня казавшиеся нерушимыми политические, социальные, финансово-экономические структуры. У культуры свой гамбургский счет. Войти в нее можно только с парадного портала, черного хода у культуры нет.